Время говорить обзор событий четверга, комментарии экспертов и репортажи наших авторов. Взгляд на события у всех разный, а потому, как всегда, не будем навязывать свое мнение по тому или иному поводу. Просто смотрите наши материалы и делайте собственные выводы. Главная тема сегодня. Будь человеком, не пей. Сегодня у людей предрасположенных к алкоголю есть хороший повод покончить с этим пристрастием. Больше половины, по статистике, именно столько наездов на пешеходов совершается непосредственно по их вине. Запишись в спортивную секцию. Праздник с таким названием прошел на Рязанском стадионе «Спартак». Начнем с, так сказать, повода дня. Сегодня православные христиане отмечают день усекновения главы Иоанна Предтечи. Пророк Иоанн, евангельский персонаж, крестивший Христа в реке Иордан, говоря светским языком, пользовался огромным авторитетом у галилейского народа. Он не только говорил одну лишь правду, но и выдавал ее прямо в лицо, вне зависимости от высоты положения этого самого лица в обществе или в правящей иерархии. Так, Иоанн активно обличал галилейского правителя Ирода Антипу за его аморальное поведение, да и впрямь лукавый властитель открыто сожительствовал с женой своего брата Иродиадой, а между тем состоял в законном браке с дочерью аравийского царя Арефы. За свои яркие речи Иоанн был посажен в цареву темницу, однако в конец его уничтожить Ирод все же побаивался, ибо не хотел навлечь на себя убийством пророка гнев божий. Однако во время очередного пира, когда сам царь и все его гости были сильно, что называется, на взводе, хмельной Ирод уступил требованию коварной Соломеи, дочери своей любовницы, которая по маминому наущению потребовала головы Иоанна Предтечи. Злодейство свершилось, пророк был казнен. А теперь внимание! В 1913 году святейший правительствующий сенот установил в России праздник – День Трезвости. Дата была выбрана не случайно, ведь и приказ об отсечении главы пророка был отдан Иродом как раз в хмельном угаре. Понятно, что после октября 1917 года трезвая дата канула в лету. В этом июле действующий сенот принял решение о восстановлении старинного праздника, и отныне ежегодно, 11 сентября, в родном Отечестве, вновь будет проходить Общецерковный День Трезвости. Так что, возвращаясь к началу программы, скажем, повод, конечно, есть, но он к тому, чтобы оставить пагубную привычку в прошлом и стать, наконец, человеком, одержавшим долгожданную победу над зеленым змеем. В этот день сегодня во всех храмах положено совершать особый чин молебна о страждущих недугом пьянства или наркомании. И в этот день мы молились за всех, кто нуждается в помощи, нуждается в поддержке, о тех людях, которые сами не могут справиться со своим недугом. Пьянство – не единственная беда человечества. Рядом с ним идет еще более страшное пристрастие мирового масштаба – наркотики. Рассказывать о наркомании в целом сейчас не стоит, да и не тот формат программы. А вот о последних достижениях рязанских наркополицейских известие и есть. В регионе завершилась очередная оперативно-профилактическая операция МАК-2014. Из незаконного оборота изъято более 4,5 килограммов наркотиков растительного происхождения. Акции прошли за последние дни в Рязани, а также в Скопинском и Сасовском районах. Так, сотрудники Скопинского межрайонного отдела наркоконтроля, опираясь на полученную оперативную информацию в одном из сел районного центра, вернее Скопинского района, провели обследование хозяйственной постройки, которая расположена на территории частного домовладения. Там был обнаружен мешок с марихуаной массой более 3 килограммов. Также в Скопинском районе на участке трассы Москва-Астрахань сотрудники наркоконтроля задержали 23-летнего жителя города Москвы, который временно проживал в той местности. При обыске у него обнаружен пакет с марихуаной массой 1 килограмм 200 граммов. Сасовские наркополицейские выявили наркопритон, который располагался в одном из жилых домов Сасова. Хозяин квартиры, а также трое его знакомых были застигнуты врасплох как раз в тот момент, когда занимались изготовлением опия. В квартире была обнаружена кухонная утварь, приспособленная для изготовления наркотика, а также 170 граммов маковой соломы и экстракта опия. Рязанские судебные приставы также рассказали сегодня о некоторых достижениях, в частности по вполне законному отъему средств у недобросовестных работодателей и возврат у кровных и честно заработанных обманутым трудякам. Другими словами, с вас должок, извольте вернуть, а нет, так и хуже будет. В этом году количество исполнительных документов о взыскании заработной платы увеличилось значительно, так как по количеству, так и по сумме. Но, тем не менее, результат положительный, можно его так назвать, потому что если в прошлом году заработная плата взыскивалась в размере 12 миллионов всего лишь за этот период, то в этом году уже более 22 миллионов. Это не один должник, это несколько предприятий и работали с ним как с юридическим лицом. То есть непосредственно сначала обращали взыскание на денежное средство, отрабатывали его имущество и, соответственно, гасили долг взыскателям. Возврат долгов по зарплате – дело, конечно, благородное. И то, что приставам удалось в этом плане преуспеть, не может не радовать. Но, с другой стороны, приходится задуматься, откуда же так много у нас лукавых нанимателей. Вроде бы прошли времена, когда народ откровенно кидали на зарплату. Или изменился, так сказать, формат обмана. Похоже, соответствующим инстанциям надо призадуматься над этим, чтобы упреждать в такие инциденты дальше, в корне. К другим темам. Сегодня рязанские дорожные инспекторы провели очередной так называемый рейд по пешеходам. Пешехода, как известно со времен Ильфа и Петрова, надо любить. Великие сатирики были абсолютно правы. Безлошадный человек, он же еще и беззащитный человек. Обращаясь ко всем рязанским водителям, хочется напомнить несложные требования пункта 14.1 правила дорожного движения. Это если вы видите пешехода на пешеходном переходе нерегулированном, вы обязаны снизить скорость и остановиться, чтобы предоставить преимущество пешеходу. Чтобы человек беспрепятственно перешел через дорогу. Печальная дорожно-пешеходная статистика такова. За последние 8 месяцев в нашей области машины 341 раз настигали людей на дорогах. В результате 47 человек погибли, 314 получили травмы. Почему-то особенно не везет пешеходам именно осенью. Статистика здесь такова. С октября по декабрь число наездов на пеших путников, переходящих автодорогу, возрастает. И в среднем раза в два. Так что, дорогие рязанцы, будьте особо внимательны. Осень-то вот она. Но тут, будив справедливы, пешеходы, те еще бодрячки и бегунки. Частенько, переходя дорогу, народ действует по принципу извините уж курицы. Главное бежать. И бежать быстро. Здесь уже никакие правила, никакие увещевания не помогают. Человеческий разум уходит ввысь неописуемую. Большей половины всех наездов происходит как раз по вине самих пешеходов. Вот вам цифры, опять-таки, за прошедшие 8 месяцев. 180 дорожных происшествий инспирировано именно пешеходами. 37 человек так и не сумели пересечь дорогу и не сумеют уже никогда. 48 человек получили серьезнейшие травмы. В это воскресенье в России пройдет единый день голосования. Как он скажется на Рязанской области и вообще о том, кто, где и за кого будет голосовать 14 сентября в России, в нашем экспресс-интервью. Рязанская область затрагивает, будут проходить выборы в районах. Ну, в первую очередь, это выборы глав сельских поселений, советов депутатов сельских поселений. Вообще, в целом, день голосования в других регионах, он достаточно такой серьезный. В 30 субъектах проходят выборы глав субъектов. В Москве проходит выбор в Московскую городскую думу. Ну и самое главное нововведение – это возвращение досрочного голосования. Тут было очень много споров, очень много говорила оппозиция о том, что досрочное голосование позволяет манипулировать, фальсифицировать. Ну и как раз вот по результатам этого дня голосования, 14 сентября, можно будет посмотреть, насколько оправдались, либо не оправдались вот эти вот негативные прогнозы по досрочному голосованию. Но можно сказать, что вот прошла информация, что президент Владимир Владимирович Путин сам проголосовал досрочно на выборах Московской городской думы, тем самым как бы давая пример, демонстрируя, что это нормальная форма голосования. Действительно, не все люди по тем или иным объективным и уважительным причинам могут прийти на участок в день голосования. Продолжает программу информация от Рязанской мэрии. В столице области активно идет дорожный ремонт на улице имени Патриарха космической идеи Константина Циолковского. И если великий ученый и пророк межгалактических путешествий смотрел в звездную ввысь, то нам, простым гражданам, стоит обращать внимание и под ноги на дорогу. О том, как будут вестись работы, в сегодняшнем комментарии. В связи с ремонтом дороги по улице Циолковского от участка с площади Театральной до улицы Новые в эти выходные и в следующие выходные от улицы Новые и до железнодорожного путепровода будет ограничено движение по улице Циолковской, ограничено движение общественного транспорта и транспорта, который передвигается по улицам в связи с технологией укладки асфальта по полосам. И, как любят говорить ведущие информационных программ, в завершении выпуска о спорте. Хотя, по нашему мнению, со спорта и физкультуры надо бы почаще начинать новостные проекты, потому что здоровье человека – это богатство и силушка державы. Вчера вечером в Рязани прошла акция под бодрящим, зовущим вперед названием «Запишись в спортивную секцию». Ну, вспоминается командирский посыл прошлых лет, что-то вроде «Будь готов, крепи оборону страны, все в авиацию» и так далее. Кстати, неплохо работало все это. Активная пропаганда в стране Советов была поставлена на научную основу. Но сейчас не об этом. Акция по вовлечению детей и молодежи в спорт проходила у нас в формате праздника. Подробнее об этом в репортаже. Пристроить бойких наследников спортивной секции спортшколы «Олимпийц» пришли вместе с детьми больше сотни родителей. В рамках акции «Запишись в спортивную секцию» показательные выступления провели ребята из секции бокса, греко-римской борьбы, восточных единоборств, художественной гимнастики, гребли на байдарках и канои, футбола и, конечно, королевы спорта – легкой атлетики. Что привлекает тебя именно в легкой атлетике? Чем тебе она нравится? Воспитывает выносливость, во-первых, физическую подготовку, что сейчас в наших детях, в младшем поколении, очень ново, грубо говоря. Физическая подготовка в основном меня привлекла, мне нравится, меня тянет сюда. Конечно, многих родителей беспокоит вопрос, с какого времени можно вести ребенка на спортивные занятия. И если раньше отбор по некоторым дисциплинам был весьма строгим, то сейчас, после щадящей возрастной адаптации спортивных программ и нагрузок для начинающих, буквально в любую спортсекцию с радостью возьмут уже и в раннем школьном возрасте. Почему вы отдали свою дочь на спорт, на художественную гимназию? Потому что я считаю, что спорт всегда помогает в жизни, во всем, абсолютно закаляет характер, а также, ну и просто физическое здоровье немаловажно. По своим детям, скажу, не знаю, как по остальным, но заметно, да, то есть дети стали более как бы собранными, более, ну, не то что занятыми, а более эффективно, качественно проводящее свое время, то есть они успевают и поиграть, и погулять, и спортом позаниматься. Ну, я считаю, что спорт – это самое главное, что есть в жизни. Они, вот, девочка уже с трех лет занимается, он с четырех, фигурным катанием, решили еще что-нибудь новое попробовать. Человек будет занят, он не будет болтаться на улице, непонятно, где будет предель, будет стремиться к успехам спортивным. В общем, мнение родителей практически единогласно. Занятия спортом укрепляют как физическое, так и нравственное здоровье ребенка. Больше времени чада проводят под присмотром инструкторов, и, соответственно, меньше времени праздно шатается на улице. Так что, перефразируя крылатую фразу русского поэта 19 века Николая Некрасова, чемпионом можешь ты не быть, но спортсменом быть обязан. Так что, крепите здоровье, товарищи, все на стадионы и в спортзалы. На такой энергичной ноте мы сегодня завершаем программу. Точнее сказать, завершаем одну, чтобы тут же начать другую. Через короткое время увидимся в студии программы подробностей. Сегодня у нас в гостях региональный министр образования Елена Буняшина, которую мы попросим рассказать о вхождении рязанского детства, отрочества и юношества в новый учебный год. Так что, до скорой встречи!